Живой, 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 не помню. Не саживайтесь. Не саживайтесь. Александр, я там, в Галле, я не знаю, где вы. А вам там, в Скраине. Галя, ты же, у меня же, у меня где-то, где ты, Галя, где ты, Галя, где ты, Галя? Галя, Галя, Галя? Где ты, Галя, где ты, Галя, где ты, Галя? А у кого, Галя? Посадение. Посадение. Ура, сейчас, когда, 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 когда. Корректировку немножко в наше, это, это, расписание нашего мероприятия. Вот, и Рогоном пока это, ну, начнем. Значит, 16 сентября 2014 года исполнилось 90 лет Санкт-Петербургской организации Всероссийского общества «Инг». Мы являемся структурным подразделением этой организации, поэтому это и наше правило. Ну, из истории, значит, Санкт-Петербургской организации, за ее 90-летнюю историю, у нее много всяческих структурных страниц. Она является одной из самых стоящих организаций, многочисленных, это города и области. Ну, прошла главный она путь, скажем так, становления и развития. Вместе с этой организацией и наша Кингисепска организация прошла тот же самый путь. И вот сегодня мне хочется сказать, что вот у истоков становления нашей Кингисепсской организации стояли, конечно, наши ветераны нашего общества святых. Это такие, как Ягельева Клавдия Афанасьевна, Попов Геннадий Афанасьевич, Жмудин, Геннадий Кузьмич, Байгарина Светлана Юрьевна, Колотилин Сергеевич Николаевич, и многие-многие другие. Раньше, на сегодняшний день, невозможно представить себе работу в организации без компьютера, без интернета, без, скажем так, различной офисной техники, о чем раньше только можно было, даже не мечтали. А сейчас незрячие активно осваивают эту всю технику. И на протяжении всей, скажем так, своей деятельности Кингисепска и Санкт-Петербургской талии организации она занималась решением проблем незрячих. Своей реабилитацией, их адаптацией в быту, и также интеграцией в обществе. Сегодня, вот на нашем этом вечере, который нам помогло, организовало, скажем так, районная и городская администрация, депутаты, ну а конкретно, можно сказать, это новому главе Сергееву Сергею Ивановичу, Зотову Александру Ивановичу. Сказать от нас всех, хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал организовать этот вечер. А всем присутствующим хочу пожелать здоровья, благополучия вам и вашим близким. И сегодня, чтобы на этом вечере вы все забыли о своих проблемах, о своих неурядицах. Просто пообщались с друзьями, послушали музыку, потанцевали, песни, которые будут для вас петь. Ну, танцевали, расслабьтесь, и чтобы хорошие эти впечатления у вас остались в памяти на длительное время. А поможет нам сегодняшняя ведущая Татьяна Торо-Пацана, ну и поможет ей Юра Архива. Друг другу добрые слова, и тогда наш с вами праздник будет самым лучшим. Мы же рады общению друг с другом, да? И, как водится на нашем юбилее, хочется сказать тост. Юбилей – день не только итогов, важных дел и больших достижений. Снова в путь приглашают дороги, предстоит еще много свершений. Пусть решатся легко все задачи и мечты воплотятся в Корее. Пусть бокалы звенят за удачу в этот радостный день, юбилея. Я очень прошу всех, кто помогает незрячим, пожалуйста, наполните бокалы. Мужчины у нас справляются с этим делом и даже не видя, но все понимая. Так что, пожалуйста, мужчины, наполняйте бокалы, дамы, не забудьте, пожалуйста, поухаживать. Соседки слева, соседки справа, положите на карьеру еду. И процветание нашей организации. Пожелаем. Ура, друзья, на праздник! Ура! Ура! Веселитесь, отобрайтесь, что надо. Смешните, я вам уже не буду. Мне кажется, это здорово, когда есть не только для слововещих, слепых детей, если для глухонем, мы в школу и интернат. Все же ставим. Я тоже хвою нашел в школе. И очень довольный. И поэтому мне хочется, чтобы наше общество всегда было довольче. Дружное, как сейчас. Очень дружное. Мы сейчас сплотились последние года вот эти. И у нас отношения у всех хорошие. И я вообще хочу всем вам пожелать здоровья. Всем-всем. Вот. И когда нужно, пожалуйста, приходите. Вы же знаете, у нас Саша председатель, он всегда, как у Александра Ашкрикина, да, это. И можно там встречаться. Всем, кто хочет. Приходите в гости. Вот. И я еще раз вам всем здоровья-здоровья. Присутствует Зотов Александр Михайлович, депутат Совета депутатов МООК, Немгизевское городское поселение. Присажите. Дорогие ветераны, добрый день. Мне бы хотелось сказать несколько добрых слов в ваш адрес. Действительно, 90 лет уже огромный возраст, который существует в вашей организации. За 90 лет с вами сделано много хорошего и доброго. У вас активная жизненная позиция, которая позволяет вам жить активной, благотворной жизнью. Ваша позиция порой, иногда даже более активная, чем у обычных людей. Мне очень хочется сказать, что благодаря только вам за последние несколько лет мы в больнице стали активно развивать помощь в глазном отделении. Вы внедрили операции по катаракте в нашей больнице. Это благодаря только вашей жизненной позиции активной. Потому что вы были захоперщиками того дела по приобретению оборудования. Спасибо вам большое от главы муниципального образования Сергеева Александра Ивановича, от главы администрации Виктора Ильича Гешили, от себя лично, от всех депутатов. Разрешите сказать вам добрые слова, пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Оставаться такими же активными, какие вы и есть, и не унывать при всех тех горестях, которые случаются в нашей жизни. Добрый день. Я сегодня хочу вас всех поздравить с такой замечательной датой, это 90 лет. Это большая история с большим богатым опытом. Это значит, 90 лет, это история вашего мужества, история милосердия, история заботы. Я познакомилась с Кингисетской организацией в 2009 году, с вашей организацией, когда мы вот смотрели вам помещение. Помещение, это был холодный год, мы по сугробам ходили за железную дорогу, посмотрели, где вы находились, где вы там работали, у вас там, между прочим, и рабочие участки были, и работа была какая-то. Ну, потом, в 90-е годы, наверное, в связи с экономическим таким вот спадом, кризисом, все совершенно немножко изменилось. И мы, значит, потом вот определили, как бы нашли офис, да, помещение. И с тех пор я вот дружу с вашей организацией. Я вас хочу сегодня поздравить от всей души с такой замечательной датой. Спасибо вам за то, что вы такие вот активные, за то, что вы заботитесь, реабилитируетесь. Здоровья вам крепкого, долгих лет вам жизни, творческой вам работы. Кстати, ваши творческие работы я видела, очень красивые. Я бы хотела, чтобы вы эти творческие работы, может быть, нам на сессию предоставляли депутатам смотреть, видеть, потому что не все всегда видят. Или где-то открыли, может быть, выставку. Мы вам в этом обязательно поможем. Всех вас сегодня с замечательной датой. Дальнейших вам творческих успехов. Здоровья вам крепкого, крепкого. Илья Григорьевна. Уважаемые собравшиеся в этом зале, члены старейшей организации нашего района. Это Кингисепского отделения Всероссийской общественной организации «Слепых». Я рада вас приветствовать по имени администрации муниципального образования, Комитета социальной защиты населения. Мы с вами являемся, Комитетом социальной защиты населения, мы давно с вами уже дружим и сотрудничаем. Лично я знаю ни одного вашего председателя, но вот последний председатель Александра Джурахоновича Каримов, вы знаете, просто запал в душу своей активностью, своей жизненной позицией. У вас хороший костяк в вашей организации. Многих из вас я знаю лично. Спасибо вам за сотрудничество. Хочу передать еще слова Иван Городцев. Я сегодня просто с некоторыми из них общалась перед тем, как к вам приехать, прийти. Они тоже хотят внести в вашу организацию. Александр Джурахонович. У вас есть. Есть, да? Да. Есть, у вас есть. Есть еще, да. Поэтому огромный вам привет. Ваша организация одна из стабильных организаций. Конечно, вы беспокойные, но спасибо вам за ваше беспокойство. Вы являетесь инициатором всех хороших начинаний, которые делает администрация Комитет социальной защиты населения. Очень интересно, уважаемые, вы все прекрасно знаете наше подведомственное учреждение, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Мы вас всегда радушно встречаем в нашем центре. Вы наши завсегдатые. Поэтому я еще раз приглашаю вас. Наши двери, наши учреждения всегда для вас открыты. Мы рады вам. Комитет соцзащиты всегда вам придет на помощь. Поэтому, если у кого-то есть какие-то проблемы, обращайтесь лично ко мне, к сотрудникам, работающих в наших учреждениях и в нашем Комитете социальной защиты населения. Ну, а вашим лицам я хочу поблагодарить и вручить приветственный адрес от имени Комитета соцзащиты. Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, на соседей справа, на соседей слева. Кто как держит ручки свои. Вы обратите внимание, какая рука у вас сверху. Кто-то хлопает левая рука сверху, кто-то правая, да? Вот теперь посмотрите внимательно, подсказывайте те, кто видит получше. У кого правая рука, то это люди логического склада ума. Наши трезвые головы. Поаплодируем трезвую голову. А теперь обратите внимание, а у кого же левая рука сверху, хлопаем и активнее левая. И так это люди эмоциональные. Все воспринимают через свое сердце. Это наши творческие личности. Поаплодируем трезвую голову. Вот какие активные у меня дамы здесь. И слева, и справа. Замечательно. Память с какой руки сверху. Посмотрим. Если левой, то посмотрите на них и запомните. Эти люди в минуты отдыха склонны к кокетству и обольщению. Поприветствуем наши кокетчики. А если правый панчик сверху, это те, кто успешно справляется с кокетством и обольщением. Всем вам желаю счастья. А вот какое оно. Вы сейчас послушайте, пожалуйста, как рассуждает в стихотворении Эдуард Асадов. Извините, пожалуйста, мы потом с вами еще пообщаемся, да? Итак, минуточку внимания. Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти. Карты вино, увлечения, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Трепети считают, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это смело гулять до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. И еще есть такое мнение, что счастье – это гаение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста, от почта и до казбека, в зависимости от человека. Давайте мы попринимем, папа, очень красивую песню. Я думаю, что все присутствующие, очень многие хорошо поют, поэтому, ради Бога, подпевайте, я просто буду запевать, что называется. Поэтому давайте все вместе будем петь. Это песенка, это песенка о хорошем настроении, чтобы оно вас никогда не покидало, и чтобы вы всегда были счастливы, веселы при любой погоде, при любом состоянии души. Если вы, находясь, увидите из дома, если вам не прадость в солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье прошел, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть друзей хороших, и хорошее настроение не покинет больше вас. Дорогие коллеги по несчастью, значит, я хотел бы, перед всем петь, поздравить всех нас с праздником нашим, хотя не очень веселым, но все-таки праздником. Пожелать вам здоровья, несмотря ни на что, личного счастья, счастья вашим детям и внукам. И, пользуясь случаем присутствия высоких гостей, я хотел обратиться, прежде всего, к Соболеву Сергею Геннадьевичу, нашему, так сказать, главному врачу и заместителю главе администрации Киндисепского района. Значит, мы с вами являемся пациентами глазного отделения. Вот Сергей Геннадьевич говорил, что много же делало, но самое главное, когда на профилактическом лечении присутствуешь, почему-то глазное отделение обделено ремонтом. Потому что, хотя, может быть, мы плохо видим, но мы хорошо слышим. Еще, значит, присутствует у нас Кузнецова, Лиля, извините, Григорьевна, да? Вот вы хорошо сказали, что планируется там что-то о трудоустройстве инвалидов. То есть это очень большое дело. То есть это возрождать нужно. Почему? Потому что пенсии мы получаем маленькие. Вот, и не только в пенсиях дело, а дело в том, что общение само. Ну и плюс копейка. Поэтому тоже в этом отношении давайте работать вместе. Если что пробивать, мы вам поможем. Итак, и в течение вечера я обещаю вас веселить песнями. Поэтому мы с вами да не только мы с вами, а все вместе живем в этом мире. Наша жизнь – это песчинка по отношению к космосу. Но все-таки, все-таки хотелось бы, чтобы мы этой песчинкой дорожили. Потому что, хотя говорят теологи, что где-то там есть загробный мир, может быть, он и есть, конечно, я спорить не буду, но все-таки хочется пожить на этом свете пока. И поэтому, а чтобы пожить на этом свете, надо знать что-то. Нужно радоваться каждому прожитому дню, каждому мгновенью и так далее. Потому что, а вдруг того света не будет? Поэтому давайте сегодня, начиная с сегодняшнего дня, отвлечемся от всех наших невзгод, бед, болезней. «Потому что жизнь – это мир». Призрачно все в этом мире пушующем, есть только мир, за него не держись. Есть только мир между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Жизнь, есть только мир между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. «Потому что жизнь – это мир между прошлым и будущим, мгновенью и так далее. Будет быть больше, Постоя на этом мире есть только мир между прошлым и будущим, Miranda, Именно он называется «Живень». Есть только книг между прошлым и будущим. Именно он называется «Живень». Бисутствующие друзья – члены нашей организации. 90 лет прошло с тех пор, когда Санкт-Петербургская власть вынесла постановление об образовании в городе Санкт-Петербург. Территориальная организация общества «Живень». 16 сентября был в честь этого выстрел из Пушкино-Петропавловской крепости. Наверное, слышали о том, да? Было такое дело. Значит, ну, хочется вспомнить, как начиналась жизнь Кингисепской местной организации. В 1965 году, значит, Ленинградское правление общества слепых вынесло постановление о постройке в городе Кингисепе, помещение для Кингисепской, тогда еще педагогичной организации Всероссийского общества слепых. Я бы не suit вас, потому что он упал жар вас, потому что он подбAT. Мне нужно быть еще надлежitteаров, но всероссийским общества слепых.